Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о BMW, а если быть точнее об их новом мотоцикле BMW J310GS. Это легкий туристический эндуро, который в этом году на выставке представили очень много. Почти каждый производитель мотоцикла выставил конкурентов в этом сегменте рынка. Давайте рассмотрим каждого из них более подробно. Со слов производителя, их новый гусенок получился маневренный и быстрый на городских улицах, при этом с легкостью передвигается и по проселочным дорогам. Компактный, но при этом комфортный даже для крупных водителей. Лучший вариант для начинающих райдеров, как с технической, так и с финансовой стороны. Что касается технической стороны, то с этим у BMW проблем никогда не было. Мотоцикл оснащен уже знакомым нам по модели J310R, однокотловым четырехтактным двигателем жидкостного охлаждения объемом 313 кубиков, с двумя распредвальными полами и четырехлапанной головкой цилиндров и инжектором. Главным отличием силового агрегата, установленного на гусенке, является цилиндр, наклоненный назад, с головкой, развернутый на 180 градусов, за счет чего удалось разместить впускной тракт спереди, а выпускной сзади. При максимальной мощности 34 л.с. на 9500 оборотов в минуту и пиковом крутящем моменте в 28 ньютонов при 7500 оборотах в минуту, мотор нового J310GS отлично дополняет низкий вес мотоцикла – 169,5 кг без нагрузки. Новинка может потреблять топливо даже неоднородного качества и при этом отвечает всем экологическим стандартам и требованиям. Внешне мотоцикл очень сильно напоминает старшего брата, все тот же высокий клюв, высокозадранный хвост. Все черты большого гуся можно рассмотреть на маленьком утенке. Все да не все, что очень сильно порадовало лично меня – это обычная симметрическая фара, без извращений как на старших моделях. Колеса модели используются литые, что я считаю недостатком – 19 дюймов спереди и 17 дюймов сзади, одетые в 110-ю и 150-ю резину соответственно, что весьма по-взрослому. Тормозная система включает в себя 4-х поршневой супер спереди на 300-мм диске и 2-х поршневой супер сзади, одет на 240-мм диск. В базе присутствует АБС, который можно отключать, но мне кажется, что заднюю АБС отключить не получится по той же причине, что и на Хонда Ралли – евростандарт. Подвеска нового BMW J310GS идентична той, что устанавливается на родстер J310R. Новинка построена на базе стальной трубчатой рамы с отдельным задним подрамником и обладает высокой жесткостью накручения, за счет чего обеспечивается отличная курсовая устойчивость и точные отклики на действия водителя. Передняя подвеска представлена жесткой вилкой перевернутого типа, а задняя состоит из алюминиевого маятника, соединенного с моноамортизатором. Приборная панель нового гусенка отличается широким жидкокристаллическим дисплеем с четким изображением и всей необходимой информацией о состоянии мотоцикла. Новый J310GS обеспечивает удобное и расслабленное положение водителя за рулем во время поездок по городу, лесу, игровинам и проселку. Все органы управления новинки просты в обращении, безопасны, удобны водителям с практически любыми антропологическими особенностями. В принципе это все что я могу сказать на данный момент об этом мотоцикле. Кому было интересно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях обзор на какой мотоцикл вы бы хотели увидеть в дальнейшем. Всем удачи на дороге, всего доброго, до свидания.